Добро пожаловать на канал! Вкусно жить не запретишь! Сегодня приготовлю постные голубцы из пекинской капусты с овощами. Для этого рецепта мне понадобится целый качан пекинской капусты, 2 крупные моркови, 200 грамм шампиньон, 3 средних луковицы, 1 стакан круглозернистого риса, свежая зелень укроп и петрушка, соль, грибная приправа, лавровый лист, тушистый перец, подсолнечное масло и томатная паста. Приступаю к приготовлению. Первым делом 1 стакан круглозернистого риса заливаю теплой водой и промываю. Промытый рис заливаю 2 стаканами холодной воды и ставлю вариться. А за это время у пекинской капусты отрезаю нижнюю часть, капусту разделяю на листья. Эта часть мне не понадобится. Воду в кастрюле подсаливаю 1 чайной ложкой соли и жду, когда вода закипит. Листья пекинской капусты отправляю в кипящую воду и буду проваривать в течение 2-3 минут, не больше. Так как у пекинской капусты листики очень тонкие и нежные, проварятся они очень быстро, поэтому не переварите. Буквально через 2-3 минутки листья пекинской капусты проварились, стали мягкими и нежными. Перекладываю их в друшлаг и даю немного остыть. Для этого я листья перекладываю на тарелку, так они остынут быстрее. Лук порежу на небольшие кубики. Морковь потру на крупную терку. Лук и морковь буду обжаривать на сковороде с растительным маслом. Обжариваю лук до золотистого цвета. Как только лук подзолотился, добавляю морковь и обжариваю до мягкости моркови. Шампиньоны нарезаю на небольшие кубики. Пережарка из лука и моркови готова, делю ее на 2 части. Эта часть мне потом понадобится для подливы. В сковороду отправляю порезанные шампиньоны, обжариваю в течение 5 минут до мягкости грибов. Сварился рис, вот такой он получился вязкий, как раз то, что нужно. Готова грибная начинка. Перекладываю ее в миску и даю немного остыть. В грибной начинке добавляю 1 чайную ложку соли и немного черного молотого перца. Совсем чуть-чуть, буквально пол чайной ложечки, добавлю грибной приправы для аромата. В глубокую посуду перекладываю остывший рис и соединяю с грибной начинкой. Все хорошо перемешиваю. Добавляю порезанную зелень, укроп и петрушку. Еще раз все перемешиваю. Вот и готова наша начинка для голубцов. Остыли листья пекинской капусты, они очень мягкие и нежные. На край листа выкладываю столовую ложку начинки и заворачиваю трубочкой. Края подгибаю вовнутрь. Подготовлены голубцы, я их буду запекать в жаропрочной форме в духовке. Для этого мне понадобится еще наша поджарка, стручковая фасоль и лечо из сладкого перца. На дно жаропрочной формы я выложила немного поджарки. Сверху положила немножко стручковой фасоли. И выложила первый ряд голубцов. Сверху на голубцы выкладываю еще немного поджарки. Добавлю еще немного стручковой фасоли. Сверху выложу оставшиеся голубцы. Высыплю всю оставшуюся зажарку, распределю по всем голубцам. Сверху еще добавлю стручковой фасоли. Лечо из сладкого перца перебью блендером. Вот такая получилась густая консистенция. Две чайные ложки томатной пасты разведу в одном стакане горячей воды. Получившийся томатный сок соединяю с лечо. Сверху выливаю на голубцы. Ставлю в духовку разогретую до 200 градусов на 15-20 минут. Через 20 минут постные голубцы из пекинской капусты с овощами готовы. Они получились очень мягкими, нежными, аппетитными. Попробуйте приготовить их и вы. Порадовать себя и своих близких. Благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. И всем пока-пока. До новых встреч!